Витаю, витаю! Сегодня хочу снять видео и показать вам из серии, как из старых вещей сделать новое. Вот в ванной комнате у меня стоит для белья. Пластмассовая уже давно хочется выбросить, потому что видите, какое оно уже старенькое. Хоть мой, хоть что ни делать, все равно оно уже, вид совершенно не тот. Конечно, если купить новый, оно будет дешевле даже, может быть. Но зато, если сделать самому, то будет и креативно, и красиво. Для этого, чтобы сделать свое изделие, я решила купить шпагат и обмотать все шпагатом. Я видела видео на Бора-Бора, как у них там все настоящее, они делают вот таким шпагатом обмотать полностью весь ящик. Но оказалось очень дорого, поэтому я решила схитрить. Я купила мешковину, вот эта мешковина. И как раз оно подходит под мою коробочку вот эту. Значит, или, я сейчас просто думаю, я даже еще не знаю, как это мне сделать. Значит, или вот у меня есть домотканный лен, старинный еще. Вот. И еще вот такую тесьму. Но вообще ходила в магазин, купила разных видов тесьмы. Вот это вот четко может видно. Это тоненькая. Еще я купила толстую. И еще разную. Я еще покажу. И покажу весь магазин. То есть можно и с кисточками сделать. Такой кисточки висят. Можно и с кисточками сделать. Можно и сделать из бусинки. Ну, это уже такой полет фантазии. Ну, а как у меня получилось, я вам сейчас покажу. Вот я приложила жгуты. Можно сделать, наверное, вот так. Это я сейчас только прикладываю, так примеряю, как же бы мне сделать. Здесь можно, то есть можно сильнее закрутить, можно слабее закрутить. Вот. Вот таким образом можно сделать. Вот еще вот так приложила. Можно полоски, в принципе, менять. То есть можно две вместе, можно три разделить. То есть я вот вам. Вот такой еще узор. Так, еще очевидно, нет? Вот такой светленький может быть. Такой темненький. Ну, это уже выбираете. Есть разные. Вообще льняные, так вообще есть очень. Я сейчас магазин покажу, в котором я была. И еще несколько, много магазинов я еще была. Ну, вот один из них я покажу, что можно. Вот такими инструментами я пользовалась. Как бы вот такой пистолетик клеила. Значит, нитка, иголка нам понадобилась. Жгуты, тесьма и кружева. Клееночка и бумажки. Ну, бумажка, это бумаги, внутреннюю часть, вот этой ананасной баночки я додену вам. Наконец-то я закончила этот ящик для белья. Вот хочу показать вам, что из этого получилось. То есть, смотрите, значит, у меня получилось, в принципе, получилось недорого. Потому что метр льна, в магазине я узнавала, 150 гривен метров. А я купила мешковину в эпицентре. Мешковина стоит 22 гривны. Плюс еще, значит, шпагаты, шпагат и тесьма. И клееночка. На это я еще потратилась. То есть, это не очень дорого мне обошлось. И приклеивала все. Вот шпагаты, вот здесь вот. Я приклеила все к пистолетикам. Горячим пистолетом приклеила. Вот здесь вот тоже. Но вот здесь вот можно не тратиться на горячий пистолет. Можно просто ниткой с иголкой. Вот это я пришила с ниткой с иголкой. Поближе покажу. Ну и, в принципе, получилось неплохо. Вот это я приклеила. А шпагаты я наклеила. Тоже лень было шить. В принципе, здесь вот надо будет отодрать немножко в един клей. Вот таким образом. Значит, смотрите, внутри у меня, внутри у меня клееночка. Внутри у меня клееночка. Тоже все горячим пистолетом приклеила. Теперь осталось мне только сделать, чтобы крышка у меня не падала все время. Можно сделать сзади, я так думаю. Буду горячим таким проводом, электрод или как они там называются, нагрею и сделаю здесь вот дырочки. Вот здесь дырочки. И вот таким, только таким тоненьким шпагатиком я сделаю вот так через эти дырки. Намотаю, чтобы она открывалась, у меня закрывалась хорошенечко. Вот. Теперь, смотрите. Еще вдобавок ко всему этому я еще сделала... Вот уже, чтобы был комплект. Смотрите. Значит, я сделала вот такую штучку. Я хочу сюда искусственные розочки такие купить, чтобы как настоящие были. И поставлю в ванной комнате, чтобы был уже комплект. Еще до комплекта, в принципе, может и я так сделаю. Рамочку сделаю в таком же стиле. И повешу здесь в ванной комнате там с цветочками или там или с чем-нибудь. Здесь то же самое. Это банка из-под ананаса. Я его покрасила в белый цвет акриловой краской. И сверху, и то даже внутри, вот в этом месте я не красила, покрасила только вот дно. Значит, я... Можно, в принципе, всю... В следующий раз я, наверное, буду всю красить. Значит, здесь мешковик приклеила только в верхнем части, в нижней части. Пистолетом я проклеила. Плюс... А сверху еще проклеила вот такой тесьмой. Внутри я сделала бумагу, бумагу сделала обычную. Ну, конечно, у меня не все идеально. Немножко кривенько-косенько. Еще я вот здесь вот еще кое-где там надо будет подклеить немножечко, потому что пропустила. Но я же не такой прям художник и этот. Я так для себя, поэтому вот что получилось, то получилось как бы, да. Теперь, значит, смотрите, я вот сейчас его поставлю на место. Поставлю на место. Ну, в принципе, вот так вот, вот таким образом оно у меня получилось. Хорошенько я его ровненько поставлю. Теперь, теперь... Вот это я покажу, где я его, в принципе, вот так вот поставлю. Каким-то образом. И сюда цветочки еще поставлю. И оденьте еще рамочку. Вот, я думаю, что нормально, в принципе, получилось. Так что и вам советую, может быть, не все выбрасывать, а что-то из них оригинальное сделать самим. Юшево и сердито. Так что пока-пока. Если понравилось, ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok